Так, ну мне очень часто задают вопрос, как идет практика с цикломеном, потому что я как раз рассказывала, что я начала капать нос цикломеном и очень-очень всего начало выходить. Я могу сказать, что сегодня седьмой день у меня, на пятый, да, на пятый день у меня, я прям почувствовала, что у меня не хватает моей жидкости в организме, и я себе заварила, ну, наверное, грамм 150-200 где-то вот так вот полыни и выпила, потому что, ну, я прям почувствовала, что моему организму нужно нововведение этой слизи. А это было вечером, я вечером выпила вот этой полыни и благополучно закапала. Но утром, когда я закапала, у меня левая сторона была такая боль адская, прям жуткая, неимоверная, настолько она была вот разъедающая, как будто бы кость разъедает. И это продлилось, наверное, минут 20. И самое, что интересно, что это все не высморкать, извиняюсь за подробности, вот. Но, тем не менее, я все, что могла, я сделала, все, что захотела обратно, это... Но я же такой достаточно упертый человек, и мне нужно было еще раз закапать. Думаю, ну, как бы, видимо, не дожгло мне что-то там, и я закапала еще раз. И, видимо, мой организм за эти 20 минут, но, ребят, была боль неимоверная по левой стороне, вот просто все вот здесь вот. И ухо болело, и голова болела, и просто вот мне... Я думала, что у меня пол черепа просто разъезд. И я как раз второй раз, когда закапала, я уснула. Я, наверное, месяцев пять уже так не спала. Меня, видимо, так измотала эта боль, что я уснула где-то часов в 9 утра. И в 12 часов я не поехала с ребенком на английский, потому что я себя не смогла сковырять с дивана. И где-то, наверное, часа в 3 я только встала, проснулась. То есть я так долго вообще не спала, и я была вот прям чумная такая. Я думаю, ну все, ну, наверное, у меня уже все. Вечером закапала еще с цикломеном, такое ощущение, что ничего нет. Вот. Причем старшему ребенку капаю, он, ну, так более или менее сморкается. У младшего нет вообще ничего. Я ему капаю, и ему даже высморкаться нечего. То есть настолько вот все там чисто. Я думаю, ну все, пережила это, думаю, ну, слава богу. На следующий день, на шестой, это было вчера, у меня правую сторону. Правую сторону меня так обложило, что у меня заканчивалась боль, вот где начинается голова, вот там. И она была, ну, она была не такая сильная, как с левой стороны. Но это была такая тоже неимоверная боль. Я поняла, что я спать уже не могу. Ну, я давно уже столько не спала, действительно. Я поехала на велосипеде, немножечко, видимо, разъездилась, поехала на велосипеде. Но вот сегодня как будет, я не знаю. Но у меня еще пока так немножечко. Я все равно чувствую, что я припухшая. У меня нос такой красный, потому что постоянно с платками. У меня тут такое наготове всегда стоит. Поэтому вот седьмой день, когда это закончится, еще пока не могу сказать, но чистка идет. Классная штука, наверное. Я вам потом, когда это все закончится, я вам еще расскажу свой опыт, как у меня это все проходило. Но все же я, ребята, вам советую, чтобы это было у вас не на сухих днях, потому что нужна жидкость для промывания пазух. И, наверное, как выйдете с сухих дней, либо перед сухими днями, попробуйте, если нужно очень-очень аккуратно, очень корректно со своим организмом. И нужно очень хорошо разбавлять, потому что это действительно такой ядреный корень. Это точно, внедреный корень. Светуль, а может быть, приостановить уже этот цикламен? Я что-то так уже побаиваюсь его заказывать. Ну, ты знаешь, вот я тебе могу сказать, ведь выходит. Причем я думала, что у меня, наверное, я была уверена, что у меня уже все настолько пережглось, что у меня этого нет. И когда я начала капать, у меня не было насморка, у меня уже его не было очень давно. И я думала, ну, я как бы закапаю, посмотрю, что будет, и оставлю его, если нужно будет, детям. Я не думала, что у меня пойдут такие чистки. Но когда я закапала, у меня уже после первого раза, у меня просто вот начало оно вот как вымываться, вычищаться, я не знаю, как это сказать, но просто такое... Ну, это я первый раз в жизни, я давно о нем слышала, но никогда как-то не пробовала. Поэтому не знаю. И в интернете, кстати, очень мало таких, чтобы отзывов, чтобы посмотреть какие-то отзывы. Но запахи я и до этого чувствовала достаточно уже очень обостренно. И сейчас они такие тоже острые идут. Поэтому вот я не могу сказать, что у меня еще обострились запахи. Но я могу сказать, что я действительно не ожидала, что во мне столько всякой ерунды, потому что я была полностью уверена, что, по крайней мере, слизь у меня пережглась точно вся. Но оказалось, что нет. За семь месяцев, за семь уже, восьмой месяц. Да, мы вообще не знаем, сколько у нас чего там напихано и за эти годы, за десятилетия с таблетками и со всеми. Вот смотри, Светочка, как раз здесь Галина Салдатенко пишет интересный опыт с цикламеном. Я пробовала его 10 лет назад. Произошел сильный отек и ожог. Пришлось бросить. Наверное, надо еще попробовать. Вот. И тут же Сергей пишет, с цикламеном я по-другому капал, гаймолит вылечил в течение двух дней. И когда пробивали, то гной не было. Вот интересный опыт у вас. Да, ну его прям нужно разбавлять очень. Прям я разбавляла. У меня он пришел уже цикламен водный. Есть он на масле, есть на воде. Он уже разбавленный на воде. И там нужно было разбавлять либо одна капля к 15, либо к 20. Но так как я еще детям капала, я разбавляла одну каплю к 30 каплям. То есть я достаточно сильно разбавляла, чтобы не было именно ожога слизистой. Но я рассчитывала, что у детей пойдет очищение. Спасибо. 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 Спасибо.